С темой, с которой мы столкнулись в прошлый раз, а в прошлый раз мы попробовали обнаружить новую ситуацию и не только поговорить, но и подействовать в этой ситуации, для того, чтобы, собственно, попонимать, как там действовать, какие есть трудности и как их преодолевать. И ситуация-то была связана с решением новой для многих задачи, несмотря на то, что она как бы неосознанно, ну, условно, если вдруг, допустим, неосознанно задачи можно решать, решается, ну, в принципе, человеком каждый день. Но если в этой ситуации начать действовать, то есть строить действие, начать решать задачу, вдруг обнаруживается, что она очень сложно устроенная, эта самая ситуация, и соответствующая задача. И при решении возникают разного рода трудности. Соответственно, так как решению соответствующих задач до встреч со мной никто не учил, а задачу эту современному человеку решать нужно уметь. Ну, просто иначе будешь нефункциональным. Ты не будешь коммуникабельным и не будешь обладать соответствующими умениями и соответствующей коммуникацией. Ну, то есть ты будешь проигрывать на рынке труда всегда. В этом смысле ты будешь в современном мире новой Lada 2.2.0.5, как ни крути. Lada седан, баклажан, все равно будет. Вот, то есть если не будешь это уметь, кроме всего прочего. То есть уметь надо, следовательно, надо учиться. Здесь самая главная трудность в том, что большинство людей, которые со мной сталкиваются и с моими занятиями до того, как погрузиться в тему, всегда уверены в том, что уж с чем, с чем, а проблем с мышлением и с коммуникацией у них точно нет. Вот это самое большое заблуждение, потому что уже 20 лет я работаю в области развития людей и в конце концов убедился уже достаточно давно, что именно с мышлением главная проблема. Людей учат предметным знаниям, но при этом у них нет структур мышления, на которой эти знания можно подвесить, да еще и так, чтобы этими знаниями человек пользовался. В итоге люди ходят как ходячие энциклопедии, в лучшем случае, если учились хорошо, но при этом ничего не соображают. Поэтому я продолжаю настаивать на том, что нужно заниматься мышлением и одновременно с этим еще и развивать коммуникативные навыки. Не потому, что это нынче модно, а потому что это буквально те инструменты, без которых ты в современном мире будешь спонтанен, хаотичен, все время рискован и в конце концов тебя током где-нибудь убьет. Или гопники забьют где-нибудь в подвороте, просто потому что ты не соображаешь, а в том, куда можно суваться. Так вот, возвращаемся. Какую задачу имею в виду? Если в прошлый раз мы с вами говорили в основном про то, как строить эффективное вопрошение и строить эффективное активное слушание для того, чтобы получать информацию, то здесь задача связана уже с передачей информации. Хотя вот эта формулировка передачи информации, она очень неточная. На самом деле сейчас мы в схеме и обнаружим, почему здесь я допустил вот эту вот неточность. В этой ситуации у нас есть два персонажа, один из них по идее должен быть деятель, то есть осуществлять деятельность соответствующую. Неплохо бы, чтобы еще и здесь, но не всегда тебе так везет, что здесь появляется собеседник, который тоже строит коммуникацию. Обычно люди не коммуницируют, они болтают, хотя болтовню коммуникации называют, это принципиально важно. Так вот, в этой ситуации ты обладаешь определенным знанием, обозначим его таким образом, условно. А он соответствующим знанием не обладает. У него здесь вопрос. Незнание, пустота или непонимание. В силу каких-то оснований, как я уже говорил, это может быть личный интерес, профессиональный интерес, профессиональная задача. Или задание кто-то дал, либо что-то еще. Но у тебя появляется задача сделать таким образом, чтобы его вопрос перестал существовать. Причем он перестал существовать в связи с тем, что то знание, которое есть у тебя, оказывается передано сюда. Что, собственно, вопрос устраняет. То есть человек, не знающий и не понимающий, становится знающим и понимающим. Здесь, правда, сами слова знает, понимает, они культурно нагружены, с ними надо отдельно разбираться. Но так как мы с вами на первом курсе соответствующего предмета, я думаю, сейчас не время. Кому надо, тот обратится, а кому не надо, пока хватит и этих слов. Ну, пусть из, в большей мере, заполненных бытовым содержанием. Те, кто прошли соответствующие тренинги на прошлых неделях, я не уверен, что все захватили это место. Но с какими-то группами мы точно занимались. Те, с кем мы занимались, наверняка обнаружили, что решение вот этой вот задачи в рамках этой схемы, оно, в общем, весьма непросто. И, в общем-то, если я правильно помню, ни одной группе не удалось пока в этом году сделать таким образом, чтобы вот это знание, так как оно есть, точно было скопировано сюда. То есть по итогу обнаружились рассогласования. Ты знаешь одно, а он по средствам тебя узнает другое. И в итоге вроде как бы вы должны понять друг друга, а он понял что-то свое. И мы имеем две картинки. Здесь одно, а здесь другое. Обычно это само по себе. Ну, как обычно. Часто это рассогласование. Само по себе. Выступает основанием для разных комплексов. Ошибок в решении других задач. Ну, и так далее. То есть в бытовом языке проблемы не наступают. А уж в любовных сферах и в сферах взаимоотношений, типа мальчик-девочка, там, любовь-морковь, сопли-вопли и т.д. и т.б. Вообще на раз в этом месте рвется и начинает фонтанировать какой-нибудь там деструктивный, совершенно коммунальный комплекс. Хотя на самом деле, хотя это слово на самом деле довольно-таки интересное, что такое на самом деле. Ну, допустим, на самом деле. Надо было просто поговорить толком и толково. Но чтобы это сделать, уметь надо. А почему не получается? Потому что схема непростая, хотя и выглядит просто. Задача очень сложно устроена, ее решение очень сложно устроено. Возникают разнообразные трудности. Сейчас мы обозначим. А после этого я обозначу еще то, на что следует обратить внимание из того, что было обнаружено в играх в этом семестре. В разных группах и на разных факультетах. Но первое, что здесь просится, оно, правда, к той теме, с которой мы работали, не очень относится. Первое, что здесь просится, это обращение внимания на вот эту часть схемы. Отдельное само по себе требует внимания, понимания того, откуда вообще появляется то, что я знаю. Как ты так подумал, что вот это теперь в твоей голове? Ты подумал или тебе показалось? Ты это мыслью произвел или тебе в голову пришло? Вот это то, чем мы с вами занимались, наверное, большую часть семестров. Мы занимались тем, как так вообще подумать, чтобы в результате размышления был тот продукт, который вообще имеет право в голове находиться. Не является в этом смысле мусором, а результатом беготни и производственной деятельности тараканов в голове. Бабочки там налетали в голове, если кажется, Земфиру вспоминать. Ешь, это песня бабочки в моей голове, или в твоей голове, или жить в твоей голове. Короче, в голове происходит черти-чет. Нужного там происходит мало. И вот с этим мы как раз работаем. То есть, что есть то, что я знаю? Как оно производится? Откуда я это беру? Что есть то, что я потом говорю ртом буквально? Это вообще про что? Откуда оно во мне? И имеет оно право быть вообще и быть проговоренным? Или от этого поскорее надо избавиться? Потому что это чушь откровенная, которую в голове своей носить каждый уважающий человек себе позволить не может. Мы, кстати, очень редко, заметьте, обращаемся вот к этому вопросу. И практически никогда не говорим себе о том, что в нас есть чушь. Хотя, на мой взгляд, это очень часто встречающийся вид. Вообще, почаще надо на себя обращать внимание, а не на кого-то другого. И в этом смысле быть конструктивным эгоистом. Второй фокус здесь, смотрите какой. Он тоже очень важный. И здесь отдельные трудности возникают. И, кстати, позавчера, кажется, одна из девочек, который решал соответствующую задачу, именно в рамках, не знаю, она есть здесь сегодня или нет, именно в рамках этой стрелочки попросила всех подождать, написала минуточку. Я спросил, что ты делаешь? Она не смогла ответить, но я-то думаю, что она делала вот здесь. Ей надо было понять, как то, что она знает, преобразовать в то, что она будет говорить. Потому что то содержание, которое мы знаем, которое мы носим, носителем которого мы являемся, оно не существует, судя по всему, в нас или, условно, в нашей голове так, как мы потом это говорим. Вот то, что я сейчас говорю, во мне не в той форме, в которой вы это воспринимаете. В этой связи, похоже, появляются задачи перевода вот этого внутреннего текста во внешний. Это нужно отдельно уметь делать. Соответственно, в этой связи, раз это сложная мыслительная процедура, надо почаще говорить себе, мне надо подумать, мне надо подумать над тем, как я это скажу. Мы же больше склонны говорить вслух и одновременно с размышлением по поводу того, что мы будем говорить. А порой о втором и не думаем дальше. Зачем? Просто сейчас скажу, как есть, так и все. Но если ты этот перевод осуществишь не точно, то уже здесь текст пойдет не сообразный тому, что здесь лежит. И тогда тут ты сам уже закладываешь причину или основу для того, чтобы в конце концов ваша коммуникация либо не случилась, либо порвалась. Третий фокус здесь. Как так построить этот канал коммуникации, чтобы передатчик, работая, передавать начал? А как это делать? Чтобы говорить не вслух, а вслух сюда. Таким образом, чтобы еще и в приемник попасть. Здесь приемник должен быть включен. И, похоже, включить его, если уж ты задачу решаешь, и все время понимать, включен он до сих пор, идет ли прием сигнала, это твоя забота. Если ты здесь что-то наладил не так или здесь, то ты получаешь обрыв проводов. Потом не удивляйся, что человек не услышал, тебя не понял. Как сейчас модно? Я тебя услышал. Как ты понял, что ты вообще услышал? Что за слово такое? Не, я-то понимаю, что за слово. Услышал, это значит понял. Но как ты понял, что ты понял? Обычно, когда начинаешь это разбирать, оказывается, человеку показалось. Он понял, что это свое. Этот про свое, этот про свое хорошо поговорили. Молодцы. Это ладно, если согласовывали то, какое пиво купить и сколько. А если эти люди согласуют, то какой дом должен быть построен. Или внешнюю политику государства. Ох, здесь вот эти вот коммуникативные разрывы могут и до войны довести. Поэтому принципиально важная задача решается, и вот это здесь тоже надо уметь делать. А дальше трудности возникают вот теперь здесь. Потому что ему же надо теперь этот внешний текст, который он, дай бог, с вашей помощью получил, преобразовать его во свой внутренний текст. То есть на его основе. И в связи с тем, что он, будучи втянутый как материал, должно же теперь понимание возникнуть. То есть понять должен. Понимание не проверяется, как все это часто делается, слушанием. Правильный ответ на вопрос. Понять, сейчас я, правда, формулировку не воспроизведу точно, но из той парадигмы, из которой я исхожу, понять, значит, приспособить информацию к действию. То есть понял, это когда ты эту информацию получив, теперь собственное действие построить можешь. То есть что-то сделать. То есть, например, если брать как материал ту схему, которую я сейчас разворачиваю, вы ее поняли, это когда вы вот это сделать сможете. Ну или хотя бы в рамках этой схемы объяснить мне, что здесь нарисовано и почему. В рамках решения определенной задачи. То есть если вы ее заучите, тем более записей он идет, и мне расскажете, тыкая пальцами в нужное место, это еще не будет основания для меня считать, что вы что-то поняли. Я могу предполагать, что у вас хорошая память, но что вы поняли, я на этот вопрос ответить не могу, потому что у меня данных недостаточно. Хотя школа, вузы любят в эту игру играть. Один спрашивает, другой отвечает, все это называется сессией типа проверкой знания, но ничем таким по сути не является. Чтобы проверить понимание, задачу ученик решать должен. А ты должен смотреть, как он это делает. Если он реализует тот способ и пользуется теми средствами, которые изучал, можно делать вывод, что он понимает. И самое интересное, что когда занятие, сессия закончится, он в связи с этим пониманием останется способным делать то, чему научился. У нас же часто бывает, сессию сдал, все забыл, даже шутки про это есть. В этой связи ни про какое понимание, ни в сессию, ни на семинарах речь не идет. Все это как-то байки для простачков. В лучшем случае проверяется знание, а дальше кому как повезет. Это не потому, что у нас образование плохое. Это я к тому, что раз у нас предмет такой, и у вас есть претензии на то, чтобы развиваться, то я опять напоминаю, что вопрос собственного развития – это ваш собственный вопрос. И никто вас не разовьет, если вы сами не будете этим заниматься. Поэтому надеяться на кого-то, и уж тем более на сессию, это не целесообразно. Надеяться надо на себя, брать себя в руки и делать себя самого, прям буквально лепить. Возвращаясь, люблю я эту тему, и все время задаю в этой связи себе вопросы. Я сам себя леплю, развиваюсь или нет? Не знаю, проверять надо. Я все-таки склонен полагать, что меня больше тащит, чем я делаю. Что не мешает мне ставить перед вами соответствующий вопрос. Понятно, да, вот это пятое. Ну и, соответственно, к шестому перевел автоматически про понимание. То есть понять – это значит человек на основе, как бы это изобразить, вот этой вот информацией, которую он получил. Правда, не очень точно рисую, как основание. Обозначу это как средство. Он должен быть способен действия строить на основе этого. Да, второе, кстати, понимание – это не только, когда я могу приспособить полученную информацию, действию, но и когда я могу построить новое действие на основе этой информации. То есть делать то, что еще не делал. За точность формулировок не ручаюсь. При подготовке этот момент упустил. Поэтому, кому интересно, проверяйте. Но понимание – это очень сложная категория. И некоторые даже утверждают, что понимание более важно и более сложно устроено, чем мышление. Не буду здесь спорить. Мне кажется, пока разрешение этого вопроса никуда нас не продвинет. Ведь я в этом смысле предлагаю, что и мышление, и понимание – это то, что надо уметь делать в современном мире. Если ты не хочешь быть спонтанным простачком, всю жизнь живущим с лапшой на ушах. В ожидании пятницы, в ожидании праздника. Хотя не хочу сказать, что это плохо. Просто каждому свое. Надо самоопределяться. Пришло время. Это, кстати, заметьте, если я решаю соответствующую задачу и понимаю, что он должен в результате стать способным действовать, точно не может не влиять на понимание мной того, что я ему должен говорить. Это раз. Но дальше смотрите. То есть, получается, я не сам себе изобретаю. Я как бы отталкиваюсь от того, что должно получиться в результате, строю здесь текст. И это один из ответов на вопрос, который здесь был подставлен. Но если так дальше рассуждать, то окажется, что этот ответ на вопрос «что» недостаточен сам по себе. В этой связи появляются еще два вопроса, на которые нельзя не ответить, если ты строишь свое действие, направленное на понимание, как продуктивное. Еще возникает вопрос «как». Это тот вопрос, на который мы никогда не отвечаем. Но он, судя по всему, ключевой. Как ты собираешься это сделать? Как в фильме «Антикиллер» часть 1 спрашивал один авторитет одного зэка. Как ты собираешься это сделать? Если у тебя нет вот этого «как», у тебя ничего не получится. А это «как» здесь распадается на две части. И мы, кстати, с некоторыми группами на это прямо вышли. Первое. Как связано с тем, как будет устроен твой текст с точки зрения структуры? Что ты вначале будешь говорить? Что ты потом будешь говорить? Что ты потом будешь говорить? И что ты будешь говорить в самом конце? К чему вернешься? На что акценты сделаешь? Где паузы сделаешь? Где проверку понимания осуществишь? Как ты собираешься это делать вообще? Есть у тебя план? В этой связи, кстати, как раз на Юрфаке конференции была на прошлой неделе. Не помню. Ну, точно помню, что мы это потом не обсуждали. Поэтому не знаю, получилось или нет. Но мы точно планировали со студентами попробовать конференцию использовать как тренажер, позволяющий вот это вот умение потренировать. Не просто тупо на конференцию сходить, сделать доклад, чтобы тебе галочку поставить. А использовать конференцию как тренажер. Выйти с докладом, но не просто вслух его, как никому не нужный громкоговоритель про тренгеть буквально. Никому ж ничьи доклады не нужны на самом деле. А попробовать использовать вот эту вот трибуну как пространство тренировки соответствующего умения, еще и на этой подготовке. То есть подумать над тем, как я структурирую текст, чтобы мне действительно удалось докладом доложить сюда то, что здесь должно быть доложено. А второй вопрос, он про вот эту схему уже. Как я это собираюсь прямо там делать? Как будет устроена моя встреча с собеседником? Что ее устройство поможет мне вот то, что я хочу передать? Тот текст специальным образом структурированный, который я буду сюда направлять, чтобы он сюда дошел и здесь был преобразован в знание и понимание, которое позволит ему дальше строить соответствующее действие. Чтобы он действительно обоснованно мог мне сказать, да, я тебя услышал. Услышал не в смысле мне звуки твои в ухо ударили, даже кровь пошла из уха. А в смысле я понял. Вот это ключевое место. И я по себе сейчас точно знаю, что в голове же уже дофига всего. И порой, или это, кстати, к сожалению, не приходится думать над тем, что ты будешь говорить. Уже знаешь, иногда это содержание из опыта складывается в течение трех-пяти минут. Но большую часть времени начинаешь уделять именно ответ на этот вопрос. Если у тебя есть задача, я больше всего размышляю, хожу иногда несколько дней на это уходит. Особенно если встреча серьезная. Здесь действительно мне нужен результат. Я большую часть времени думаю над тем, как я это буду делать. Прям буквально с порога. Как я зайду, как я должен быть одет. Как я поздороваюсь. Где точно нам нужно сесть вместе. Кто где должен быть расположен. Кто должен начать. Кто должен продолжить. Что я вначале скажу. Что я буду держать, на что я не буду обращать внимание. Где важно не отвлечься. Масса вопросов возникает в связи с этим как. Это надо отдельно готовить, если ты хочешь результат здесь. А не просто потрещать. Потрещать в нашем языке дворовом из тех времен, это поболтать. Ну и так далее. То есть, то, что мы обычно делаем. Метем языком, что метлой, а толку нет. Хотя, как люди из 90-х говорят, за метлой следить нам, между прочим, кстати говоря. Есть ли здесь вопросы? В этой связи, смотрите, несколько фиксаций будем заканчивать. Они всплыли, так или иначе, в разных группах. Это не все, о чем я буду дальше говорить. Что мы обнаружили, что зафиксировали. Я сейчас хочу, на мой взгляд, на самом основном остановиться. Если у вас будет какое-то несогласие или вы захотите чем-то дополнить мой текст. Welcome. Ради Бога. Соответственно, если у нас стоит задача соответствующая, и мы не просто про поболтать, а про формирование понимания, то встает вопрос описания и рассказать как средство. Вопрос, адекватно ли это тогда средство? Потому что во многих группах меня прямо переспрашивали, правильно ли я понимаю, что мне нужно. Это еще на этапе обсуждения правил игры тренинговой происходило. Правильно ли я понимаю, меня спрашивали, что мне нужно описать или рассказать. Вот теперь вам этот вопрос возвращаю. Если все устроено вот так и возникают соответствующие задачи и трудности, адекватно ли соответствующие задачи средство, которое является описанием или рассказом. Судя по всему, неадекватно. Если решаешь соответствующую задачу, описать или рассказать это не совсем то, что нет. И это можно использовать, но явно это не ключевой инструмент, и он не поможет решить задачу. Что еще важно здесь учитывать? Это как бы место про средства. Средства и инструменты. Теперь про понимание. Что было обнаружено не только в этом году, но и в остальные. Первое. Опять же, вслед за одним автором я утверждаю, что говорить о том, что человек не понимает, нельзя. В принципе, это невозможно. Но из этого прямо не следует, что человек всегда понимает то и так, как тебе нужно. Вот это, скорее, случается редко. Как танцы лошадей. То есть, вот это надо делать самому специальным образом. Из чего следует третий вывод. Раз оно так не получается, то человек всегда поймет. Но поймет что-то свое, по-своему. Обычно это свое, по-своему, будет в большой мере не совпадать с тем пониманием, которое тебе нужно, чтобы возникло здесь. Из чего следует рекомендация? Строй, раз, и не давай ему понять свое самому, два. Потому что поймет. Но так поймет, что потом, что называется, страдать будешь. И более того, смотрите, когда вы работали с картинками, у вас там были у девчонок особенно всякие резиночки, фигиночки, вы подтереть там могли на тетрадке или на черновичок перенести. В коммуникации, если здесь сюда что-то залетело или что-то сам себе понял, выковырить отсюда просто нереально потом. Поэтому нужно из этой позиции стараться еще и делать так, чтобы здесь неправильное понимание не формировалось с самого начала. Потому что если начнешь что-то здесь зарождаться и разворачиваться, потом никакими раскаленными клещами вы это отсюда не вытащите. Отсюда, кстати, и идея вот этого самого зачета с вопросом, от чего в ходе занятий удалось избавиться. Вот как раз про вот это я. Ровно потому, что возникает, само разворачивается и нужно прилагать специальные усилия для того, чтобы от ерунды в голове избавиться. Человек не будет на это заморачиваться. А вы не сможете сделать. Поэтому не допускай, чтобы понял свое сам. Делай так, строй так, чтобы понял нужное тебе. Второе. Люди не склонны, особенно если ситуация ответственная, они борются за статус свой какой-нибудь, либо еще что-нибудь. На занятиях это часто, на лекциях происходит. Не склонны задавать вопросы, когда непонятно. Вдруг спрошу и подумаю, что я дурак. Поэтому чаще всего вам кивнут и скажут, что я все понял, при том, что человек ничего не понял и уйдет от вас с уверенностью такое, что типа, а, потом поймем. Я прямо уверен сейчас, вот вы хоть бы и за закрытыми камерами там сидите, что сейчас некоторые из вас прямо себя вспомнили. Ровно потому, что сами так иногда делают. А потом поймут. Потом поймет. Ага, так поймет, что мало не покажется. И третье очень важное, то, что в книжке, ссылку на которую я выложил вам на e-курсы, там, кажется, этого нет. Потому что было обнаружено, ну, может быть, года три назад, а переписывать книжку мне лень. Да, и незачем, все равно никто не читает. Поэтому я так лучше расскажу. Люди нелогичны, склонны на основе получаемой информации делать нелогичные выводы. А в случае нехватки информации, то есть ситуации, когда информации, они не получили столько, сколько нужно для безусловного вывода. Они, несмотря на это, выводы делают все равно. И не имея необходимой информации, недостающие знания достраивают себе самостоятельно на раз. Что является еще одной причиной того, что люди понимают что-то свое. Человек не умеет держать пустоту. И это прям беда какая-то. То есть человек не может себе зафиксировать и сказать, а про это я пока не знаю. Он либо сам достроит эту пустоту и заполнит чем-то, либо если он не сконцентрируется специальным образом, она дозаполнится сама без его участия. Сознание, что называется, картинку достроит. Потом человек к этой картинке привыкнет и потом и будет считать, что, причем до конца дней своих, что то, что он знает, так оно и есть, и это и есть истина. И после полстакана водки еще и будет готов убивать людей ножом, если кто-то на это знание посигнет. Хотя на самом деле он живет с чистой выдумкой, которая может ни к истине или к объективной реальности иметь вообще никакого отношения. Обычный очередной таракан в башке. Вот это вот прям повсеместно обнаруживается. Люди не останавливаются, а достраивают сами по себе. Отсюда появляется дополнительная задача. Не дай человеку достроить, не упуская ничего. Это, кстати, актуализирует вопрос, это все я про понимание, на который мы натыкаемся в коммуникации постоянно. Вопрос детализации и вчера у международных отношений прям занятие было, где мы учились. С остальными мы не успеем его провести, с международниками, у них часов больше мы успели. Где мы учились прямо видеть детали очень точно, очень четко и четко формулировать вот эту детализацию и обнаруживать и формулировать конкретные противоречия. Вот это надо уметь делать и, соответственно, не упускать детализацию, вот эту тщательность, когда ты строишь коммуникации. Потому что если ты это упустишь и сюда отправишь недостаточные данные, он себе сам сделает достаточно. И картинки у вас рассогласуются, мама не горюй. Это же опять все возвращает нас еще и к вопросам языка. Что при эффективном вопрошении и активном слушании, что при формировании понимания, язык тоже выходит на первый план. Оказывается, мы вроде говорим на русском языке, но при этом находимся абсолютно в разных языках. И это нормально, ровно по той простой причине, что большинство слов многозначны. За словом, как за знаком, или слово как знак, может удерживать совершенно разные значения. Значение 1, значение 2, значение 3. Ну, часто примерят, привожу, кто он узнает, я ходил, знает. Это слово стул. В контексте мебели стул-стул, а в контексте медицины стул-тоже стул, но вообще не тот стул, о котором речь идет в первом случае. Все понятно. Это обуславливается тем, и это мы, кстати, ввели или обнаружили вчера, кажется, с группой международников. Если не вру. Международник, если будет смотреть, поправьте меня. Что мы находимся, строя коммуникацию, и не строя коммуникацию, всегда находимся. Может быть, в одном помещении и физически в одном месте. Но при этом абсолютно не находимся в ситуации, когда мы могли бы сказать, что мы вместе. Потому что я здесь нахожусь в ситуации один, и у меня одна ситуация. А он всегда находится в другой ситуации. Я на сегодняшний день предполагаю, у меня есть видео, где я говорю о том, что ситуацию можно создать общую для каких-то задач. Но я, кажется, ошибаюсь. Мне кажется, создать общую ситуацию невозможно. Всегда каждый остается в своей ситуации. Что такое ситуация? Подробнее читаем, разбираемся. Не буду сейчас времена тратить. Это очень сложное понятие, уходящее в философию. Специально здесь как бы делаю паузу. Говорю, что кому интересно, читаем, разбираемся. Кому неинтересно, не думайте об этом. Забудьте поскорее все, что я вам говорил. А то флешка маленькая, память кончится. Скорее забудьте. Но хоть бы пока я и оставляю закрытое вот это вот понятие, уже, наверное, на каком-то интуитивном уровне вы начинаете чувствовать, что я говорю. И это мне нужно для того, чтобы продемонстрировать причину рассогласования в языке. Условно, в момент вот этих вот переходов ситуация начинает искажаться и слышаться по-своему. Например, если ты из мебельного магазина, позвонив товарищу-медику, который сейчас делает операцию, используешь слово «стул», имея в виду мебель, то здесь на выходе и на входе произойдет это искажение, и он может услышать стул из своей медицинской ситуации и подумать, что ты про стул в другом смысле говоришь ему. И так далее. И вот эти вот искажения, они повсеместны. Отсюда вопрос языка. Сейчас я здесь поставлю. Не точно, конечно, я нарисовал все эти искажения. И, может быть, в схеме так и не покажешь. Но дело не в том, что я рисую, а дело в том, что я этим хочу сказать. Я надеюсь, что вы поняли, что вот это вот движение текста из ситуации в ситуацию приводит к тому, что текст искажается. Совершенно точно здесь на входе. Человек может услышать свое. Ровно потому, что язык много значит. Поэтому за ним нужно следить. Не только с точки зрения полноты текста, но и с точки зрения того, какие слова ты используешь. И держишь ли ты задачу соответствующую, связанную с тем, что он, твой текст, в своем языке расшифрует и положит сюда ровно так, как нужно тебе. Я вот прошел. Поэтому тема языка здесь становится тоже принципиально важной. Вот, в общем-то, все из того многого, что я хотел рассказать. Это точно не все, что касается соответствующего вопроса и соответствующего умения. Подробнее книжка, ссылка на книжку на и-курсах. Она, правда, как я уже говорил, для юристов. Но юридически оттуда убирайте все, вычищайте, оставляйте только коммуникативные сюжеты. В том числе это там описано. В том числе то, что здесь я не включил в нашу встречу, в свое выступление. Но то, что на занятиях случалось или не случалось, но могло случиться. В этой книжке вы можете даже обнаружить себя на том занятии, которое у нас было. Сегодня я бы хотел пока на этом остановиться, потому что, судя по тому или исходя из того, как разворачивались наши занятия, что обнаружилось и фиксировалось, я подумал, что именно на этом нужно сделать акцент сегодня. Хотя еще раз повторяю, что это не все. Точка. Есть ли вопросы? Продолжение следует.